Промозглая осенняя погода – лучшая спутница сезонных вирусных заболеваний. Как правило, на конец ноября приходится период наиболее активного проявления ОРВИ. Грипп же медики прогнозируют на январь-февраль. Об этом рассказал журналистам главный государственный санитарный врач Бреста и Брестского района Геннадий Радченко. Однако в этом году прививочную кампанию медики начали раньше. И для этого были свои основания. Грипп ожидается у нас, как всегда, в конце января, в начале февраля. Но сейчас отмечается с началом учебного года подъем острых респираторных инфекций. В этом году важно сделать прививку еще почему и почему, собственно говоря, и вакцинация началась раньше. В связи с тем, что возможно, скажем, одновременно заболеть и гриппом, и ковидной инфекцией, то в данной ситуации будет важно иметь иммунитет хотя бы против гриппа, потому что еще вакцинация против ковидной инфекции не проводится. Но и, как я уже говорил, вакцина против гриппа, она, кроме того, что дает иммунитет от трех типов вируса гриппа, она обладает все-таки некоторым перекрестным эффектом и в целом стимулирует токлеточный иммунитет. То есть и, возможно, в какой-то мере защитит и от ковидной инфекции, ну или ослабит ее течение. Именно вакцинацию медики сегодня считают одной из самых эффективных форм профилактики гриппа. Как показывают данные статистики, люди, получившие прививку, болеют намного реже. Цель вакцинации – это, в первую очередь, защита от постгриппозных осложнений. То есть, если даже и человек заболеет гриппом, то он перенесет в легкой форме в виде острой респираторной инфекции, а не выйдет там на пневмонию и на другие осложнения. Иммунитет сохраняется до года максимум. И если человек перенес грипп, то тоже иммунитет сохраняется год, но иммунитет только от одного типа вируса, который он заболел. А вакцина содержит три компонента, то есть это иммунитет в течение до года от трех типов вируса. Говоря о вакцинации в целом, журналисты затронули и тему прививок от коронавируса. Тестирование этого метода профилактики уже идет. Проходит третий этап испытания этой вакцины. В том числе граждане Республики Беларусь тоже участвуют в этом испытании. Несколько организаций здравоохранения Республики Беларусь занимаются этим вопросом. После окончания испытания будут подведены определенные итоги. Возвращаясь к теме вакцинации от гриппа, стоит сказать, что прививки продолжают делать во всех поликлиниках города. По заявительному принципу в учреждения здравоохранения могут обращаться и предприятия. Тогда прививочная кампания может быть развернута и на производстве, целенаправленно. Напомним, в 2020-м для иммунизации населения используются инактивированные вакцины Гриппу У+, Воксигриптетра и Инфлювак.